Когда есть вот такие трудности, то мы боимся. Это сдерживающий фактор. Когда я не знаю, когда я не готов психологически к тому, что я смогу ответить на любой вопрос, что я абсолютно подкован, что у меня все аргументы в руках, что я делаю? Я торможу. Как это сказывается на моем бизнесе? Плохо сказывается на моем бизнесе. Бизнес мой вперед не будет продвигаться, если я буду стесняться, бояться, если я не буду идти к людям. Поэтому, когда мы с вами так активно и подробно разбираем разные ситуации, когда мы рассматриваем, как отвечать, и вы получаете готовые ответы на разные ситуации, на разные вопросы, на разные возражения, это вас готовит к тому, чтобы вы совершенно смело, уверенно встречались с любым человеком и вели любой разговор. Следующий вопрос в этом списке. Я знаю много тех, кто бегали-бегали с этим и ничего не заработали. Такое вы слышали? Мне люди нравятся вообще. У меня, да, конечно же, я тоже не раз такое слышал. И я, когда слышу такое возражение, я говорю, совершенно верно. Так оно и есть. А может быть, вы можете мне указать какую-то область человеческой деятельности, в которую, кто бы ни пришел, все становятся успешными? Я говорю, вот секция легкой атлетики. Приходят 20 мальчиков и начинают они этим спортом заниматься. Через три дня пять мальчиков вообще бросают, не приходят. Еще через год еще там 10 мальчиков уходят из этой секции и один становится чемпионом России, там, мира. Скажите мне, пожалуйста, легкая атлетика или новатор? Мне удивительно наблюдать за тем, как люди предъявляют высочайшие требования к сфере сетевого маркетинга и говорят, а как же там у вас далеко не все деньги зарабатывают. А где вы видали такое, что там все прям деньги зарабатывают? Что все, кто занимается спортом, становятся чемпионами мира? Все, кто открывает бизнес, становятся крупными предпринимателями? Все, кто заканчивает медицинский институт, становятся звездными врачами? Куда ни посмотри, какую область жизни не возьми, какую деятельность не возьми. Кто-то в этой деятельности обязательно продвигается, станутся успешным и знаменитым, кто-то занимает какие-то средние позиции, а кто-то бросает или терпит неудачу. Это так или не так? Почему же именно в сетевом маркетинге все требуют, а нет, вот это все развод, у вас там далеко не все миллионерами становятся. А покажите мне, где все миллионерами становятся. Ну то есть это совершенно, я конечно не буду человеку так говорить, но мы-то с вами понимаем, что это совершенно несостоятельный аргумент и вообще смешное требование. Я знаю много тех, кто бегали с этим и ничего не зарабатывали. Я говорю, это совершенно естественно. Это абсолютно нормальное положение дел и естественная картинка для любой деятельности. Естественно, конечно же, и кто придет в наш бизнес, так же, как и придет другой бизнес, не все станут успешными. Это зависит от многих факторов. Но при этом я могу вам сказать, что я знаю очень много людей, которые пришли в этот бизнес, не имея стартового капитала, не имея каких-то особых там сверхспособностей. При этом они стали зарабатывать огромные деньги, их жизнь превратилась в настоящую сказку, но не превратилась, они ее превратили. Но и для этого им не потребовалось ни идти на сделки с совестью, ни вкладывать большие деньги, не было никакого риска, они никогда не обманывали людей. То есть совершенно честным трудом, полагаясь исключительно на себя, развивая свои способности, помогая другим людям зарабатывать деньги, они здесь стали очень успешными. И, кстати, заработки в сетевом маркетинге потенциально намного выше, чем доходы в любых других отраслях деятельности. Ну, мы с вами знаем, что в нашей среде очень распространенная такая поговорка была, что я знаю очень много стоматологов, которые мечтают стать бриллиантами, но никогда не встречал ни одного бриллианта, который бы мечтал стать стоматологом. Это истинно так, и на это есть масса причин. Но я в любой сфере деятельности человеческой знаю обязательно людей, у которых ничего не получилось, и знаю людей, у которых получилось. Если тебя интересует действительно, как здесь может получиться, как здесь достигается результат, если ты хочешь посмотреть на людей, которые не просто бегали, а действительно построили что-то большое, то я могу тебя с этими людьми познакомить, я могу тебе их показать, мы можем их увидеть, ты можешь их услышать, можешь понять их историю, они поделятся опытом и расскажут, как они достигли успеха. И если мы будем копировать успешную модель и идти за этими людьми, то у тебя все получится. И всегда используйте то, что мы называем возражение, наоборот, в свою пользу. Потому что каждый человек, который задает вопросы или каждый человек, который что-то оспаривает, дает вам уникальный шанс развить этот вопрос для него, раскрыть шире его видение и помочь ему увидеть. Поэтому на самом деле, еще раз говорю, возражение это не наши враги, совсем не враги. Наоборот, это наши союзники. Гораздо тяжелее общаться с человеком, который не задает вопросов, сидит себе, молчит и пойди там разберись, чего у него на уме и что ему еще рассказывать. Когда человек говорит, мне вот это непонятно, я вот с этим не согласен, у тебя есть прямо конкретный посыл, конкретный запрос от него и ты целенаправленно, фокусно отвечаешь ему именно на те вопросы, на те темы, которые его беспокоят. Уже поздно этим заниматься надо было в самом начале. Слышали такое? Если он скажет, что уже поздно и всех уже переохватили, то тогда другой должен быть ответ, соответственно. Поэтому так важно задавать вопрос, чтобы понять, какие у него основания. Если он говорит, так уже всех, кто потенциально мог в этот бизнес войти, вы уже всех их заграбастали, а на меня уже тут ничего и не осталось на мою долю. Я говорю, ну давай тогда будем совершенно объективными. Давай тогда прибегнем к цифрам. Какое население в России или в Казахстане или в России и в Казахстане вместе, это один общий рынок. А теперь давай посмотрим, какое количество людей, независимых предпринимателей, лояльных клиентов зарегистрировано. Ну порядка миллиона. Порядка миллиона человек. О чем мы с тобой говорим, дружище? Ну вот статистика, тебе цифры, пожалуйста. Они все показывают. Ну и еще по этому поводу у меня есть тоже хороший ответ, готовый такой ответ. Я говорю, смотри, вот так как ты говоришь, я думал точно так же. Когда мне в Греции предложили в 96 году, я подумал так, что смотри, это же бизнес какой, это же арифметическая прогрессия. Ты, наверное, скорее всего рассуждаешь, как и я. Два помножить на два, помножить на два, помножить на два. То есть я подумал так, если я записываю Колю и Машу, завтра Коля и Маша записывают по два человека, а после завтра еще два, пять недель и Греция закончится. И в этом бизнесе нечего ловить. У большинства людей такая причина, почему они так считают. Я говорю, и ты знаешь, и ты знаешь, кто мне очень сильно помог? Мне помог наш бриллиант-администратор. Почему? Потому что он мне рассказал, что он точно так же думал. Он говорит, когда мне в Германии предложили этот бизнес, я посчитал, что Германия должна была закончиться там за восемь или за девять недель. А он еще экономист по образованию. То есть он сразу взял калькулятор, два на два на два на два, всего восемь недель Германия кончилась. И вдруг, я говорю, с удивлением обнаруживаю, я беру журнал «Амограмм», с удивлением обнаруживаю, что бизнес в Германии уже десять лет. То есть нестыковка. По моим расчетам восемь недель все должно было быть уже кончено. А тут десять лет и ничего не кончено. И тогда я стал с этим бизнесом разбираться. Вот после его совета я тоже стал с этим бизнесом разбираться. И вот уже двадцать пять лет, как разбираюсь, ничего никуда не кончилось. И больше того, у меня потенциально возможности развиваться стало в разы больше. То есть если раньше в самом начале бизнеса я искал, с кем провести встречу, я думал, с кем провести встречу, то сегодня у меня только... Я уже думаю, господи, а как бы вот успеть бы и с тем, и с этим, и с этим, потому что потенциально людей, с которыми нужно повстречаться, и хотят, и партнеры приводят, их намного больше. Поэтому мой бизнес не только не угас, он наоборот развивается с каждым годом, охват и широта этого бизнеса становится все больше и больше. Поэтому переживать за то, что наступает когда-то предел или рынок присыщается, вообще даже не стоит. Но на это тоже есть нормальное объяснение. Во-первых, постоянно рождаются новые поколения. И я этот пример тоже приводил. Когда-то мне позвонил один молодой человек и сказал, дядя Саша, вы меня, наверное, не помните, но 10 лет назад, он мне говорит, вы были у моих родителей дома, называют конкретный район, где-то происходило, в Миниде, и вы им рассказывали про бизнес Амвей. Мне тогда было 14 лет. Понимаете? То есть я был в какой-то семье, там бегал ребенок, которому было 14 лет, а сейчас мне звонит парень, которому 24. Он начинает свою самостоятельную жизнь, он думает, как зарабатывать деньги. И он помнит дядю Сашу, который 10 лет назад рассказывал про бизнес его родителей. Новый потенциал в бизнесе. То есть я хочу сказать не на примере этого одного ребенка, а что постоянно подрастают новые поколения. Каждый день тысячи людей, десятки тысяч людей приходят к рубежу совершеннолетних. Значит, естественный прирост населения. Каждый день новые люди входят в трудоспособный, дееспособный возраст, они начинают задумываться о будущем. Это все время наши новые потенциальные партнеры и наши клиенты. Потом люди никогда не перестанут пользоваться продукцией. Это тоже очень важный момент. Если смотреть ошибочно на суть нашего бизнеса и рассматривать его только как перепись населения, тогда ты придешь неминуемо к такому выводу. Но мы не занимаемся перепись населения, мы занимаемся торговлей. И вот еще вспомнил один аргумент, который я тоже использовал. Я вам накидываю просто побольше, чтобы вы запомнили, а там уже по ситуации будете выбирать то, что вам подходит. Я сам себя, сам себя, я убеждал, думал, а вдруг вот завтра, типа, ну, все же продолжал еще, пока опыта не было, я все еще сомневался, все боялся, все переживал. И думал, а вдруг быстро вот всю Грецию там перехлопают, и весь бизнес мой закончится. И сам себе, сам себе я все время рисовал такие вот картинки, разговаривал сам с собой. Ну, хорошо. Вот когда-то в Греции были только бокалейные лавки. Пришел один чувак и сказал, а я хочу построить супермаркет. Ему все сказали, ты дурак, никто туда ходить не будет. Греки привыкли всю жизнь ходить в бокалейную лавку, по соседству, там, разговаривать, общаться. Мы же такие. Кто пойдет в твой супермаркет, где все там бездушно, там все. А он все-таки взял и построил супермаркет. И у него пошло. Потом он взял и сделал сеть из таких супермаркетов. И у него пошло. Пришел другой и говорит, опаньки, смотри, как хорошо супермаркеты идут. А ну-ка я тоже сеть открою. Ну, куда здесь? Куча бокалейных лавок. Еще уже сеть есть. А он взял и открылся. У него тоже пошло. И я прям называл марки супермаркетов, которые у нас там был. Там Маринополос, Василополос, там, ну, и всякие там ополосы. Их там много было. Склавинитис, там. Потом пришла Дия испанская и тоже влезла. Пришел Лидл немецкий и тоже влез на рынок. Пришли еще какие-то видосы и тоже влезли на рынок. То есть, если ты рассматриваешь этот бизнес не как перепись населения, а как естественное разделение рынка, раздел покупателей, сфер влияния именно как торговый принцип, тогда ты поймешь, что точно так же, как в традиционной торговле идет конкуренция здоровая, да, и все, значит, умещаются на рынке, каждый занимает какую-то свою нишу, тогда ты поймешь, что и в сетевом бизнесе происходит и все то же самое. Он точно так же вместе с обычным, с обычной торговлей, да, с традиционной, точно так же занимает свою нишу, берет на себя своих клиентов и продолжает эту торговлю. И тогда у тебя сразу отпадут вот эти вот заморочки по поводу того, что нужно было хвататься, пока было типа самое начало. Это для пирамид, это для геометрических прогрессий, но не для торговой системы. Вопреки такому убеждению я могу сказать, вот подтвердите мои слова, вы же тоже имеете опыт, да, кто-то из вас начинал там буквально в самом начале, там в 2005, 2006, 2007 в России или там в 2014, соответственно, в Казахстане. Ведь на сегодняшний день, когда рынок стал более зрелым, условия-то лучше, согласитесь, выплаты в разы больше, продукции намного больше, информации больше, поддержки больше, знаний больше, опыта больше. То есть на сегодняшний день объективно стартовать в бизнесе удобнее, я вот прям комфортнее, чем было в 2005 году. Так или не так? Ну, чтобы не только мой монолог был, согласитесь с этим. Ну, что было в 2005 году? Ничего не было в 2005 году. Голый энтузиазм. Голый энтузиазм, снимали помещение там, то в библиотеке, я помню, там, где мы там в Туле, снимали помещение. По Москве вечно тыкались, мыкались, тоже искали, где собраться постоянно. А на сегодняшний день-то все отработано. Уже везде есть инфраструктура. И я не говорю уже про компанию, у каждого из нас есть какая-то инфраструктура, есть офисы, есть какие-то понимания, есть видения, есть… Ну, в общем, совсем другая ситуация. Я сейчас начал отвечать на вопрос, хорошо ли сотрудничать с компанией, которая уже давно, или лучше выбрать молодую. И многие говорят, вот если я буду среди первых, то я тогда типа все и урву, там успею. Это совершенно ошибочный, принципиально ошибочный подход. Здесь нужно знать только одно, что как и в сетевом маркетинге, так и в любом бизнесе, в любом виде бизнеса, через 3-5 лет 80% компаний не будет существовать. А в сетевом маркетинге, возможно, статистика еще хуже. Но даже если возьмем, она одинаковая. Когда стартует новая компания, то шансы, что она через 5 лет будет еще на рынке и будет активной, очень невысокие. Поэтому любой человек, который хочет связать свою жизнь, свою карьеру с новой компанией, он должен осознавать эти риски. Риски очень высоки. Да, шанс есть, чтобы быть объективными. Шанс есть, что выстрелит. Какой-то шанс есть, но он очень низкий. Гораздо важнее или гораздо умнее и надежнее выбрать компанию, которая себя зарекомендовала, у которой есть репутация. На моих глазах возникали сотни компаний сетевых, которые кричали, что они такие же, как АМВ, только лучше. Они обязательно так всегда заявляли. Мы, как АМВ, только лучше. И возникали компании, которые говорят, да у нас вообще такой бизнес-план, у нас там денег намного все больше, все круче, ля-ля-ля. И потом через год, через два, через три этих компаний не было следа. Поэтому в этом смысле гораздо более осмотрительно и гораздо более надежно выбирать старую компанию. Теперь все-таки вернемся к этому вопросу. Уже поздно этим заниматься надо было в самом начале. Конечно, самый хороший подход, и он, собственно, не к этому вопросу хороший подход, а ко всем вопросам хороший подход. Задайте сразу же вопрос в ответ. Почему ты так считаешь? Поясни, пожалуйста, свою точку зрения. Почему ты именно так считаешь? И вот здесь это очень важно, потому что человек должен внести ясность, какие у него основания или на основании каких выводов, доводов он именно вот так считает, что нужно, что уже он опоздал, нужно было в самом начале. Такое мнение складывается исключительно потому, что, да, действительно, в бизнесе больше зарабатывают те, кто дольше его строит. Не потому, что они первые именно пришли, а потому, что именно они долго его строят. То есть человек, который пришел 20 лет назад и 20 лет строит этот бизнес, ну, и если он правильно его строит, то логично, что его доходы могут быть выше, чем человек, который начал там год назад этот бизнес. То есть он за 20 лет построил гораздо большую структуру. Но не потому, что он пришел впервые. Возможно, тот, который пришел сегодня, таких же результатов добьется за 10 лет, за 5 лет, как тот добился за 20. То есть, на самом деле, вот это ощущение складывается. Почему? Потому что люди смотрят, говорят, а вот, конечно, у него 10 лет в бизнесе, 20 лет в бизнесе, 15 лет в бизнесе, вот он и бриллиант. Это логично. Потому что он 15 лет его активно строил. Но не потому, что, еще раз говорю, он пришел первым. По поводу того, что пришел первый и все ко мне прикрепятся, мы с вами в прошлый раз говорили, я вам показывал кружочек и говорил, вот я, вот я привел троих, один из них ты, а ты привел десятерых, но ты заработаешь больше, чем я. То есть, не я первый, а ты, который объем больше создал. Все зависит от того, какой объем покупок будет происходить в твоей организации, в твоей команде. Какой товарооборот вы будете генерировать со своими партнерами, а не кто пришел раньше, кто пришел позже. Дальше. Знакомые смеются, говорят, куда полез. Ну, тоже такой интересный, интересный аргумент. Как бы вы вот подумайте сейчас, как бы вы отвечали на такое возражение. Знакомые смеются, говорят, куда полез. Ты знаешь, мы очень часто придаем невероятное значение тому, что про нас подумают другие люди, что они про нас скажут. Но если бы ты знал на практике, как мало они о тебе думают, ты бы сто процентов обиделся. Поверь мне, у каждого из нас своя жизнь, и люди в основном обременены своими проблемами и своими задачами. Они очень мало думают по-настоящему о тебе. Ну, а если кому-то хочется почесать язык, то он это сделает, либо ты дашь ему повод, либо ты не дашь ему повод. А теперь подумай о себе. Стоит ли проживать свою жизнь в угоду чужому мнению? Стоит ли, принимая какие-то серьезные решения, глобальные решения в своей жизни, ориентироваться на то, что про тебя подумают или скажут другие люди? Ну, и я помню, это не мой ответ. Я слышал от кого-то из бриллиантов. Он рассказывал, что вот ты, когда в девушку влюбился, ты ходишь у всех парней, спрашиваешь их мнение, какая это девушка? Что они про нее думают? Или ты влюбился и влюбился? И это уже твое личное дело. А представь себе, ты вот влюбился в девушку и потом пошел делать опрос общественного мнения в своем кругу. И у каждого решил спросить, как они вообще к ней относятся и какое у них мнение. И потом принимаешь решение, продолжать тебе с этой девушкой любовь или не продолжать, потому что другие про нее сказали. Но это же совершенно нелогичная ситуация. Здесь речь идет о перспективе. И если я в угоду тому, что подумают другие, отказываю сам себе в том, чтобы изменить свою жизнь, в том, чтобы выйти на уровень финансовой независимости, высоких доходов и жить так, как я мечтаю, ну, извини меня, по мне так это, ну, не серьезно совершенно, чтобы я подстраивался по других людей. Но еще нужно помнить и такие вещи, что люди всегда осуждают что-то, что не попадает в их привычные представления о жизни. Так или не так? Ну, вот я часто вспоминаю этот пример с мобильными телефонами. Я прям реально помню эту ситуацию, когда стали появляться первые мобильные телефоны. Они были вот такие огромные, там, Моторолы, вот с такой еще антенной на метр, да? И я помню, как люди это обсуждали горячо в Греции. Они все говорили, ужас какой, да кто это будет вообще? Никто не возьмет это в руки, этим никто не будет заниматься. От этого наверняка будет излучение, там, голова, и все умрут от рака. Чего только не говорили, а говорили прям в запой. Но те, кто продвигал мобильную связь на рынок, да, им плевать было на то, что думает обыватель. Они были уверены, что это очень хорошо и принесет пользу. И кто выиграл? Те, кто говорили, что мобильные телефоны – это плохо, или те, кто продвинул эти мобильные телефоны и стали миллионерами, и создали мобильный бизнес. Точно так же говорили про паровоз, когда был создан первый паровой двигатель. Точно так же говорили про первые машины люди. Всегда, когда человек сталкивается с чем-то, что не совпадает с его привычными, обычными представлениями о реальности, он это критикует. Он говорит, что это плохо, потому что это ему не нравится. Но если ты будешь идти на поводу, то ты никогда не станешь, как те мобильные ребята, которые мобильную связь внедряли первыми, и не станешь никогда богатым и счастливым. Так и будешь жить с оглядкой на чужое мнение. И, конечно, привожу, старайтесь приводить свои личные примеры, потому что они самые убедительные. Но я вам честно скажу, что вот в нашей истории, я иногда прям завидую, ну так смешно, конечно, я слушаю людей, когда они рассказывают истории свои, как они тяжело начинали, как они переехали в чужую страну, как они мыли чужие полы, а потом раз и встали на ноги благодаря АМВ, сейчас они путешествуют, у них свой дом и так далее. Я думаю, блин, ну какая у них классная история, у меня нет такой истории. Ну нет у меня такой истории. Мы хорошо жили уже сразу, переехали мы нормально, никогда мы ни с какими такими жуткими душераздирающими ситуациями, трагедиями не сталкивались, чтобы можно было со сцены рассказать. Все у нас было ровно, но при этом, и никто над нами не смеялся, понимаете? И в нашем кругу, вот когда мы АМВМ занялись, особо-то никто не смеялся. Были такие попытки, но они не были какими-то прям вот уж драматичными. Ну вот Элеонори, там брат один ее, особо образованный тоже кандидат наук, весь из себя умный, который тоже за границами всю жизнь прожил там, как-то из Германии статейку какую-то, из какой-то желтой прессы там притаранил, типа того, что посмотри сетевой, как это плохо, тут высмеивают. Ну еще пару человек, Кумни один раз сказал, что ты, слушай, я удивляюсь на тебя, как ты своими мозгами поверил в эту американскую пирамиду. Но это не было как... Он не издевался надо мной, он не надсмехался надо мной, он просто высказывал свое искреннее недоумение. Он говорит, ну как ты вот, ты умный такой парень, как ты поверил в эту американскую пирамиду. Здесь ничего обидного не было, это было просто его заблуждение. Но я хочу сказать, что и в моей истории тоже были такие люди, которые сомневались, заблуждались, критиковали, тоже говорили, зачем туда полез ты такой умный парень. Но давай разберемся вообще, что произошло за эти годы, за 25 лет в моей жизни и в жизни тех людей, которые удивлялись и сомневались и критиковали. Наша жизнь – это из единичных примеров, у кого произошел большой прогресс. У большинства жизнь осталась на том же уровне или ухудшилась. Даже если тогда, когда мы стартовали, ну если брать вот нашу ситуацию, это была волна эмигрантов, мы все переехали, все в какую-то коммерцию ударились, и в общем-то был неплохой период для большинства. Вот в 96-й год там люди начали зарабатывать, то там, то тут, то стихийная торговля, то оттуда, то отсюда. Но долгосрочно, долгосрочно, вот спустя 25 лет, у большинства из них нет такого прогресса, который есть у нас. Вот они тогда что-то какие-то там деньги заработали, в какие-то квартиры позалазили и все, а потом пошли искать какие-то работенки, ну кто куда, в разные стороны. Ну, а если уже говорить конкретно, вот, ну я иногда эту историю рассказываю, что вот человек, который, собственно, говорил тогда, ты что, как ты в это поверил и так далее, был момент, когда он просто ко мне заехал, я рассказывал эту историю, значит, спустя уже сколько-то лет мы уже в бизнесе продвигались, уже у нас были результаты, уже однозначно никто ничего не говорил, все только так поглядывали, внимательно следили, задавали вопрос, но уже с уважением. И вот в какой-то момент он приехал ко мне, позвонил мне, говорит, слушай, ты дома, я зайду, а я всегда дома, потому что я же свободный человек, а он на работу хочет, продавец, так вот он на работе взял отгул для того, чтобы отдать машину на сервис, потому что иначе никак нельзя, нет времени пойти в сервис, сервис работает, и он работает, и машину некому отогнать на сервис. Вот он взял отгул, отогнал машину, и поскольку это было рядом, звонит мне, зайду к тебе на кофе, говорю, заходи, вот он. Видите, сразу уже сравнение, он подневольный человек, и я свободный человек, когда хочу, кофе пьем. Он пришел ко мне, сели мы на балконе, сидим, болтаем, кофе пьем, пока его машина делается, и вдруг звонок такой, трель, длинная, факс, факс вылазит, длинный, такие старые еще факсы были, рулон, это термобумага, вылазит длинный факс, я делаю два шага, отрываю факсы, возвращаюсь опять на балкон, сажусь за кофе, начинаю читать этот лист, факс, который вылез. А в этом факсе сообщалось, что нам, ну, компания создала новую премиальную программу стимулирующую, и у нас доход на ровном месте возрастал на приличное какое-то количество процентов, ну, на 800 евро. Он на работе, в поте лица, целый месяц эти 800 евро зарабатывает. А мне просто пришло уведомление о надбавке 800 евро. Вот вам и результат. Я ему говорил тогда, что ж ты, когда я тебе предлагал-то, что ж ты тогда это, ой, да брось ты, обычно такие люди говорят, ой, да брось ты, это у вас получилось, у меня бы сроду не получилось, там, я ленивый. Люди всегда найдут для себя оправдание. Ну, вот, это, скажем, моя личная история по поводу того, что в отношении меня тоже люди говорили, что зачем ты туда полез, но каков результат? Цыплята по осени считают. Кстати, у греков, знаете, как эта поговорка звучит? Жениха бреют последним. На свадьбах есть такой обряд, прямо бритья жениха, это делается в последнюю очередь, когда уже все готово, потом бреют жениха перед свадьбой. Поэтому поговорка цыплят по осени считают, в Греции звучит так, жениха последним бреют. Ну вот. Дальше. Сетевой маркетинг – это плохо. Ну, я думаю, что сейчас, на самом деле, такого уже никто, наверное, и не говорит. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Я, по крайней мере, вообще с этим не сталкиваюсь. Если раньше, вот, я вам скажу свой опыт, когда я собирался в Украину в 2003 году, открывался рынок. 3 ноября открыли рынок в Украине. И вот только я засобирался, все другие бриллианты, которые там уже работали, стали мне говорить, ой, вот поедешь, ты себе не представляешь, там такое негативное отношение к сетевому маркетингу. Как только слышат сетевой маркетинг, все шарахаются. В общем, сетевой маркетинг интим не предлагает. И от такого мне понаговорили, запугали насмерть. Я еще не поехал в Украину, но они мне уже все настроение испортили. Но я приехал в Украину. Да, действительно, я столкнулся, что было это в каком-то, ну, в каком-то выражении. Ну, и совсем не так категорично, как они говорили. Были люди с нормальными совершенно реакциями. Но все-таки бытовало такое мнение, что вот сетевой не очень хорошо. Но я думаю, что сегодня, сегодня уже очень мало людей, которые настолько необразованы и настолько, ну, лишены информации, что они там подозревают, что сетевой маркетинг – это как-то плохо. Сегодня большинство народа уже в курсе, что сетевой – это такая самостоятельная отрасль торговли, которая занимает серьезную достаточно нишу в общем продвижении товаров на рынок. И что, ну, это отрасль какая-то, которой люди занимаются. Пусть они не знают досконально, что происходит в сетевом маркетинге, но уже вот таких глупостей, я думаю, практически никто не говорит. Там типа сетевой и интим не предлагать. Однажды, кстати, я со своим партнером сделал такой эксперимент. Мы когда с ним делали холодные звонки, я ему сказал, возьми газету с объявлением про работу, выбери те объявления, которые тебе, ну, по каким-то причинам глянутся, обведи их кружочком, придешь ко мне и будем по ним звонить. И вот он пришел, значит, с газеты, у него там были обведены всякие объявления, которые он выбрал. Вот мы по ним звонили, и вот он мне показывает одно объявление и так смотрит на меня, а он только в самом начале, первые шаги. А там как раз было написано, что она была переводчиком или что-то такое, иностранный язык, ну, что-то связано с иностранным языком, или учитель иностранного языка. И было написано, значит, большая просьба там представителей сетевых компаний не звонить. Такая приписка. И он так смотрит на меня с недоумением, с таким, что же я отвечу-то на это, почему же так неприятно ему, он только бизнес начал, а тут вот только представители сетевых компаний не звонить. Я говорю, а давай прям ей и позвоним. Что вот, ну, вокруг дома, вот давай прям сразу и позвоним. И я ей позвонил и говорю, вы знаете, я, собственно говоря, сразу хочу сказать причину своего звонка. Я видел ваше объявление и звоню-то вам именно по причине вашей приписки. Вы там написали, что там сетевым не звонить. А не можете пояснить, почему вы так написали? Слушайте ответ. Она говорит, вы знаете, я ничего против сетевых компаний не имею, абсолютно. Больше того, я в нескольких компаниях покупаю продукцию. Но дело в том, что как только я дала объявление, а я там конкретно написал, что мне нужна вот конкретная работа, стали столько звонить из сетевых компаний, что у меня телефон просто раскаленный, и все звонки только от сетевых компаний. И я просто, когда уже второе объявление подавал, а я сделал вот эту приписку, но чисто, чтобы они меня просто не отвлекали, потому что телефон не умолкает. Занят представителя сетевых компаний. То есть, понимаете, вот человек со стороны может почитать и сказать, о, видишь, какое отношение к сетевому маркетингу, да? А на самом деле за этим скрывалось нечто совершенно иное. У него к сетевому маркетингу отношение было вполне нормально. Вот, ну, я, как бы, здесь мне даже трудно как-то комментировать вот эту глупость, типа того, что сетевой – это плохо. Но если человек мне скажет, сетевой – это плохо, я опять спрошу, скажи мне, пожалуйста, а почему ты именно вот так считаешь, да? И что именно, ну, в твоем понимании, в твоем представлении плохо? Но этот вопрос вы должны задавать настолько дружелюбным тоном. Вы же знаете, что можно по-разному спросить. А че ты решил, что плохо-то? А че ты не так с сетевым маркетингом? Ну, понятно, да, какая будет реакция? Вы не должны так спрашивать. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что вы абсолютно дружелюбно спрашиваете. Ну, смотри, я хочу понять твою точку зрения. Ты мне поясни тогда, вот ты, что именно ты считаешь плохо, почему плохо – обоснуй. Ну, чтобы в вашем этом вопросе не слышалось ни угрозы, ни претензий. Вот, и тогда человек, тогда вы начинаете нормальный, дружественный, приятный диалог, обмен мнениями. Вот, ну, мне сказали, допустим, да, или, ну, я слышал. Я говорю, ну, дружище, мало ли чего можно услышать. Ты проверял сам, ты разбирался сам, ты суть этого бизнеса, когда-нибудь в суть бизнеса вникал. А ты знаешь, какую долю там от, скажем, от ритейла делает розничная продажа? Извиняюсь, сетевая продажа. Ты пойми, что это отрасль торговли, в которой крутятся сегодня миллиарды долларов. Ну, на сегодняшний день нам порядка уже 200 миллиардов долларов товарооборот сетевых компаний мировой. Это не очень, ну, не совсем там, не колоссально много, но это совсем не мало. Это очень приличная такая доля в международной торговле. 200 миллиардов долларов общий товарооборот сетевых компаний. Это очень большая такая серьезная отрасль торговли, поэтому мне удивительно, что ты говоришь плохо. И к этой отрасли принадлежат очень известные мировые лидеры. Потом больше того, если вникать вообще в суть сетевого бизнеса, я могу сказать, что очень многие патенты, очень многие изобретения, самые лучшие продукты часто создаются именно в сфере сетевого маркетинга. Почему? Потому что там компании, компании-производители, сетевые компании, они имеют больший запас по финансам, инвестировать именно в исследования, в патентование, в развитие науки, в развитие технологий. И поэтому очень часто высокотехнологичные, очень качественные продукты возникают именно в сфере сетевого маркетинга. Потом сетевой маркетинг, как ни одна другая отрасль, это уникальная возможность для людей реализоваться. Это уникальная возможность прийти в предпринимательство без риска, без требования вкладывать стартовый капитал. С моей точки зрения, вот те факты, которые я тебе называю, и те характеристики, которые я тебе называю, это наоборот очень хорошо. Ну вот как-то так я бы отвечал на такую вот, типа то, что сейчас будет плохо. Ну продукция дорогая. Ну я думаю, с продукцией дорогой вы все сталкивались. И по дорогой продукции мы говорили, но вот кстати, сколько бы я не говорил, все равно бывает так, ну сейчас-то уже нет, но было так, что я вот на школах, человек выходит с продукции, да, вот поставит продукцию, презентовать, начинает рассказывать про продукцию. И я всегда говорил, никогда не называйте в начале, ну это моя такая тактика, никогда не называйте конечную стоимость нашего продукта. Вот говорят, вот лог стоит 10 евро, а вот там, ну что-то Азекс там стоит 2 евро. Но если мы, все, я всегда говорил, это ошибка. Нельзя, не нужно, это неграмотно так презентировать цену продукта. Цену продукта нужно презентировать только в обратном порядке. Допустим, дишдропс – это концентрат, и он соответствует 5 литрам среднего, среднестатистического, там скажем, моющего средства из супермаркета. Скажи мне, пожалуйста, если пол-литра моющего средства для посуды в супермаркете стоит 2,5 евро, то литр стоит сколько? 5? А 5 литров сколько? 25? Вот только когда прозвучала цифра 25 евро, характеризующая стоимость аналогичного количества рыночного продукта, только тогда я имею право назвать рядом свою цифру. Потому что моя цифра в 10 евро, после цифры в 25 евро прозвучит очень привлекательной. Но если я вначале сказал 10 евро про свой дишдропс, у человека уши захлопнулись, он уже себе вывод сделал, а-а-а, все, надуваловка, а-а-а, все, дороговизна. Потом все мое объяснение, которое идет потом, оно смазано, понимаете? Его вот этим всплеском, у него первая мысль, это же первое впечатление. Ты взял и брякнул, дишдропс, 10 евро. Оп, а у него уже там шок внутри. Он тебе не покажет, он тебе не скажет, но он уже, ему неприятно тебя дальше слушать. А ты ему потом начинаешь втирать «да, но». Вот чтобы не было вот этого «да, но» там его, нужно всегда идти правильной последовательностью. И я на этом настаиваю. Если вы презентируете витамины, вы должны сначала назвать стоимость дневного применения. И когда вы скажете, что там комплекс «дабл-Х», в котором есть 22 растения, в котором есть все фитонутриенты, в котором есть все микронутриенты, и это все для того, чтобы тебе скушать, нужно купить продукции на 2,5 тысячи евро в месяц, и это и сожрать невозможно, и у тебя 2,5 тысячи евро все равно нету, чтобы это съесть. А я тебе даю комплекс, стоимость которого в день 2,5 евро. Как вы думаете? Прозвучит тогда наша цена, а потом уже называешь общую стоимость «дабл-Х», но она тогда на фоне предварительно поданной грамотно информации, она прозвучит очень притягательной, она никого не смутит. А если сразу бахнешь, сколько он стоит, а человек скажет, «О, да в аптеке все намного дешевле», он потом в полуха будет слушать твои объяснения. Вот с этим никак не могу я победить до конца, что мы никогда не называем конечную стоимость продукта, пока не подведем человека всем своим предыдущим объяснениям к обоснованию этой стоимости, и только потом мы ее ни в коем случае не скрываем. Самое неграмотное, самое неправильное, когда человек тебе говорит, что она там дорогая или что-то, ты знаешь, юлить. Это самое плохое. Как только мы начинаем ерзать, а сколько это стоит? И ты, ну, как тебе сказать, это сильно концентрировано, все, у человека ощущение, что ты что-то от него скрываешь. Ты должен смело и уверенно сказать, какой хороший вопрос. Как раз вот это мне и очень я хотел на него ответить, потому что я тебя приятно сейчас удивлю. Скажи мне только, сколько стоит то средство, которым ты до сегодняшнего дня пользовался? Все, понимаете? Он говорит, ну, я там чем-то пользуюсь. Ты быстренько пересчитываешь на свой объем, на свое количество, на свое одно применение. Говоришь, вот смотри, твое стоит 10, а мое стоит 5. Вот, тогда для него приятно услышать, что твое стоит в два раза дешевле. А когда он сразу услышал, что твое в пять раз по абсолютной стоимости, по стоимости бутылки ни одного применения, понимаете? То это неграмотная подача цены. Цену нужно подавать только в определенном контексте, подготовив человека к тому, чтобы потом озвучить уже конечную стоимость. Когда вы все расшифровали предварительно, вот я же вам рассказывал эту ситуацию, когда ко мне подошел человек на выставке, грек, и говорит, ну да, хорошая продукция, ничего не могу. Он такой еще знает, и греки любят иногда, у них немножко есть такое. Они все знают, они такие красавчики. Вот, он предприниматель, он такой важный, тоже в костюме подошел ко мне такой, ну да, да, соглашусь, там, вот притащили меня сюда силком, вот, ну ладно, хочу сказать, хорошая продукция впечатлила. Но очень дорогая, он мне говорит. Я говорю, вы знаете, чтобы я вам приводил пример, я говорю, знаете, чтобы просто пальцем в небо не тыкать, скажите конкретно, какой продукт вы посчитали дорогим? Он говорит, зубная паста. Я говорю, я засмеялся, я говорю, все что угодно ожидал от вас услышать, но только не зубную пасту. Он говорит, как, она разве не стоит там 7 евро? Я говорю, вот если бы вы меня спросили, вы бы никогда не услышали такой ответ. Он говорит, ну что, она не стоит 7 евро, что ли? Я говорю, да она-то стоит 7 евро. Только я бы вам предварительно сначала посчитал бы вашу зубную пасту. Вот ваш колгейт, он стоит 2,5. И пользуетесь вы одним тюбиком в месяц. А за 10 месяцев вы тратите 25 евро на зубную пасту. Так? Он говорит, ну так. А на мою потратите 7. Так что ж, говорю, выгоднее, 25 или 7? Где же она дорогая-то? А-а-а, он мне говорит, да? Сразу, а-а-а, совсем другая реакция. Потому что подача материала должна быть грамотной, должна быть последовательной. Если вы человека сначала подготовили к тому, что он тратит за 10 месяцев 25 евро на зубную пасту, то потом ваши 7 прозвучат очень даже благозвучно. А если он знает, что он тратит 2,5, а вы хотите взять с него 7, он не хочет вам 7 давать. Понимаете? И вот это я очень прошу вас учитывать. Когда вы ведете разговор о цене, и вот если человек говорит, что у тебя продукция дорогая, я бы вот на вашем месте, ну и на своем тоже, вот задал бы ему такой вопрос. Хорошо, давай мы это твое утверждение, давай мы разберем, но лучше на примере конкретного продукта. Потому что, знаете, вот эти все разговоры, чтобы вы понимали, вот это да, но они концентрированы, ля-ля-ля. С одной стороны, вроде бы теоретически люди их понимают, но до них все равно не доходит. Но практически до них вот этот общий разговор по поводу того, что это не доходит. И вообще запомните, если вы хотите убеждать людей, научитесь разговаривать с ними, но не как с маленькими детьми, в смысле не свысока, чтобы не было там обидно, что вы их получаете, но настолько же подробно и детально, как с маленьким ребенком, чтобы он вас понял, понимаете, нужно научиться разговаривать тщательно, продумывая ваш разговор. Поэтому вот эти вот все лозунги, а, они там концентрированы, их надолго хватает, это не про что. Нужны цифры тогда, вот как с зубной пастой. Вот тогда ваш разговор становится предметным, и только тогда он доходит. И в худшем случае, я могу, я к людям всегда говорю, ты же знаешь вот разницу между уксусом и уксусной эссенцией. Ну, знаю, я говорю, смотри, если у тебя есть бутылочка уксусной эссенции, ты ее разведешь там водой один к десяти, и у тебя получится ящик уксуса, так или не так? Я говорю, наша продукция то же самое, это эссенция. Ну, хотя бы так, понимаете, но лучше на цифрах. Всегда лучше, когда фигурирует средство, которым он пользуется. Всегда лучше, когда ты спросишь сначала, а чем ты пользуешься сегодня и сколько оно стоит. И вот когда у вас есть данные о том, каким продуктом он пользуется и сколько он стоит, и как он его расходует, вы быстро делаете расчеты, и тогда на фоне лично им применяемого продукта, ваш, да если вы еще показывали там демонстрационный опыт, с его ценовой характеристикой он всегда будет выглядеть выигрышно. Вот это всегда, эту тактику нужно применять в отношении продукции. Но не нужно при этом, знаете, вот, к сожалению, мы этим грешим, не нужно перебарщивать. Потому что, если вот вы сравниваете дишдропс, то сравниваете его при разведении один к четырем, то есть в результате пять литров. Не надо говорить один к восьми, девять литров. Так его тоже можно развести, но только для мытья стакана, понимаете? Дишдропс можно разводить один к восьми, но только если вы стаканы моете, а не жирную сковороду. Поэтому берите какие-то все-таки, ну разумные, и не надо говорить, что нашей косметике хватает на три года. Вот возьмешь эти три баночки и три года будешь мазаться. Я когда это слышу, мне плохо становится. Это неправда, не нужно. Да, можно, конечно, совсем удавиться из экономии, брать там и со всеми такими мазками там в нескольких местах. Можно растянуть на три года. Но давайте исходить из нормального пользования, из объективного. Вот без этих вот преувеличений, потому что не надо. Наша продукция, она не нуждается в перехваливании. Про нее достаточно сказать то, что действительно является фактом. И этого уже достаточно, чтобы человек поверил, понял, и чтобы это было убедительно. Не надо добавлять туда неизвестно чего. Вот, ну и там и все. А уж тем более не надо рассказывать, что локом похмеляются, выводят грибок с ног и поливают растения. И вообще, и все, от этого вообще не надо. Ну, я думаю, что в нашей команде такого нет, потому что мы всегда, и вам всегда, и вас всегда просили, чтобы мы были все-таки корректны во всех своих заявлениях, то, что касается продукции, без перебора. А, вот интересный такой вопрос. Сейчас даже не знаю, как на него сразу ответить. Я знаю, а вы, меня это не интересует. Как вам такой заезд? А, а вы, знаю, меня это не интересует. Да, интересный такой вопрос. Но опять, здесь единственный выход, чтобы понять, в чем истинный мотив, причина человека так говорить, нужно задавать вопрос. Обязательно. Я говорю, хорошо, хорошо. Расскажи тогда мне, пожалуйста, ну, во-первых, как ты знаешь Amway? Вот, когда ты говоришь, я знаю. Ну, для меня что такое знаю там? Я, допустим, занимался этим бизнесом 2-3 года. Тогда я знаю. Вот ты как знаешь? Ты занимался этим бизнесом? Ты был среди сотрудников компании? Может быть, ты в штате был? Я не знаю. Может быть, у тебя, какое у тебя было знакомство с Amway? И тут сразу же, вы сами понимаете, что сразу же раскрывается, что у него там близкий друг, там, или племянница, или девушка его знакомая там записалась в Amway. И он считает, что он это Amway знает. Я говорю, ну, смотри, ну, вот ты такие вещи сейчас говоришь. Как ты можешь знать о какой-то деятельности, ну, глубоко и точно, если ты сам ею никогда не занимался? Вот ты кто по специальности? Он говорит, я повар. Я говорю, ну, представь себе, сколько ты знаешь про поварское дело, да, и про специальность повара, и сколько я. А я тоже знаю, что такое повар. Мне не надо объяснять. Я знаю, что такое повар. Ну, что, который стоит возле плиты, у него кастрюли там большие. Он туда ведрами наливает, кучу там чего закидывает, в одном черпаком все это перемешивает, по тарелкам разливает. Ты же понимаешь, что мое видение, понимание поварского дела, да, и поварской специальности будет, ну, вообще в разы, в миллионы раз отличаться от того знания, которым обладаешь ты, как носитель этой профессии, как тот, кто этим занимается. Для того, чтобы сказать, я знаю, надо, наверное, все-таки изучать, и что именно тебя не интересует. С какой точки зрения тебя это не интересует? Здесь же тоже нужно понять, что его не интересует. Наша компания Amway предлагает людям, ну, если так, по большому счету, то две возможности. Возможность потреблять уникальную продукцию от производителя напрямую без подделки, высокого качества, продукцию, которую производят на основании большого количества патентов, долгосрочных, десятилетиями ведущихся научных изысканий, продукцию, в которую вкладывают всегда самое лучшее изысканное сырье. И у тебя есть возможность купить напрямую от производителя без накруток. Тебя такая возможность не интересует? Ты же клиент, в конце концов, там, чем бы ты ни занимался. Вторую возможность, которую дает компания Amway, это возможность иметь дополнительный доход за счет того, что ты так или иначе вынужден делать. То есть, когда у тебя параллельно с этим потреблением высококачественной продукции появляется возможность организовать свое потребление так, что оно начинает приносить доход. Ты раньше, когда ходил в супермаркеты годами, это тебе приносило доход? Вот ты в супермаркет ходишь годами. Сколько лет ты ходишь в супермаркет? Ты хоть раз заработал что-то на этом? У тебя были деньги с этого? Тебе заплатили? Нет. А здесь тебе могут заплатить. Скажи мне, что из этого тебя не интересует? Потребление высококачественной продукции или возможность на своих расходах что-то заработать? Что тебя не интересует? То есть, нужно вести разговор. Нужно всегда спрашивать. Ну, я бы вот так отвечал на этот вопрос. Ну, я не буду этим заниматься. По-моему, мы этот вопрос уже разбирали. Я не буду этим заниматься. Он перекликается с предыдущим вопросом. И здесь я спрашиваю, поясни, пожалуйста, чем этим? Ну, и говорю те же самые вещи. То, что ты с утра встаешь, чистишь зубы. То, что ты пользуешься этим. То, что ты готовишь пищу. Мы тоже готовим только в своей посуде. Мы пьем воду. Это мы говорили на прошлой конференции. И это не для меня. Тоже такой тяжелый вопрос. Это не для меня. Вот поди же ты, ответь. Тоже здесь приблизительно такая же схема. Но схема, собственно, одинаковая. Всегда с вопросом. Ну, каждый имеет право делать собственный выбор. И я никогда не стану настаивать. Здесь очень важно всегда снимать, я уже говорил об этом, вот этот элемент напряженности и спора. То есть я всегда высказываю свою лояльность сначала. Я говорю, ну, это право каждого определяться по жизни и решать. Но в любом случае мне бы хотелось понять лучше твою точку зрения. Поэтому ты мог бы вот пояснить немножко, ну, это не для меня, это такие общие слова, ни о чем. А вот что конкретно не для тебя, что именно тебя смущает, в чем могут быть какие-то проблемы для тебя, да, что не для тебя. И здесь важно человека просто спровоцировать, побудить на разговор. Вот, еще раз говорю, это возможно, когда вы очень дружелюбно себя ведете и когда в вашем тоне нет никакой угрозы и нет никакого спора. Когда вы искренне совершенно соглашаетесь. Ну, понятно, что каждый человек имеет право выбора и каждый человек имеет право на свою точку зрения. Но мне бы очень хотелось, если можно понять твою точку зрения. Ты бы мог мне пояснить, что именно ты считаешь не для тебя, что тебе не подходит, вот, или ждите его пояснений. И вот там уже зависит от того, что он скажет. Ну, по большинству моментов мы с вами уже говорили. Там он может сказать, что? Он может сказать, ой, я не люблю продавать, да. Мы уже с вами про продажи говорили. Или я терпеть не могу никому ничего навязывать. Можешь так сказать? Можешь так сказать. Я ему скажу, ты знаешь, дорогой, вот это я тебе могу гарантировать. Вот то, что здесь не надо никому ничего навязывать, это я тебе могу гарантировать. Да и нет смысла. Зачем людям что-то навязывать? Наша деятельность в этом не заключается. И я тебе хочу сказать, я понимаю, почему ты так говоришь. Потому что в нашей сфере, в нашей отрасли, к сожалению, было немало таких представителей, которые шли таким путем, которые как только входили в такой бизнес, начинали всем напропалую, направо и налево это навязывать. Но мы с тобой таким путем не пойдем. И я тебе никогда не предложу этого. Мы с тобой будем просто-напросто, ну вот как я это делаю. Я в течение вот уже долгих лет, зная, хорошо изучив эту продукцию, зная все преимущества этого бизнеса. Когда совпадает ситуация, когда подходящий момент, ввиду с людьми разговоры о дополнительных возможностях, ввиду с людьми разговоры о том, как мы решили какие-то вопросы с личным потреблением, или какая продукция лично нам нравится. Это обычный, житейский, всем привычный, абсолютно банальный разговор. Так всегда себя ведут люди. Когда они встречаются, они о чем-то говорят. Куда они ходили, что ели, куда путешествовали. Греки всегда спрашивают. Я умираю с этим греком. Слушай, на обед что будешь готовить? Постоянно. Это традиционно. Я умираю. Я детей из школы забираю. Вот прихожу за ребенком, да? Дети из школы выходят, она вот идет к своей бабушке и говорит, бабушка, а что у нас сегодня на обед? Греки бесконечно озабочены темой еды. И когда женщины друг с другом разговаривают, они всегда спросят, вот о чем бы они ни говорили, они спрашивают, слушай, а на обед ты что-то ничего готовишь? А ты что готовишь? И обязательно обсудят, кто что готовит на обед. Ой, смех. Ну вот. Это я, собственно говоря, к чему? К тому, что люди, когда встречаются, они обсуждают самые насущные, обычные, бытовые, житейские темы. И мы ничем не отличаемся от этого. Мы аккурат вписываемся в эту модель. Когда мы встречаемся со своими знакомыми, мы точно так же обсуждаем свои житейские, бытовые темы. Они говорят, что у них денег нет, они говорят, что им нечем заплатить там за свет, или там у них какой-то кредит, и он их давит. А мы говорим, а вы знаете? А мы вот знаем, нашли способ, как это решается. Где же тут навязывание-то? И потом человек в результате говорит, я хочу или я не хочу. И мы замечательно с ним расстаемся на этой ноте. Здесь никогда тебе не придется силком... Да, я могу рассказать даже случай, я вам его рассказывал. У меня был такой случай, когда мне бывший наш генеральный директор нашей компании Amway, он как-то позвонил и сказал, слушай, у меня есть такой классный парень, ну обалденный просто мальчишка, молодой такой, отличный студент, все. Это от моих близких знакомых. И я бы хотел его с тобой познакомить, ну чтобы он у тебя в команде занялся бизнесом. Ну я рад радеоханик, он меня знакомит с парнем, он сто процентов был прав, парнишка великолепный просто. Он мне понравился, ну и он и симпатичный, и приятный в общении, и вежливый, и культурный, и умный, понимаете? Я все, что ему говорил, он схватывал прямо на лету. И мы с ним сразу все обговорили, ему все понравилось, он загорелся, мы с ним договорились, что мы начинаем. Я ему объяснил про список имен, он сказал, я вам обещаю, господин Адамитец, я к завтрашнему дню составлю список имен, как вы мне сказали, человек там на 50, на 70. И мы с ним на этом разошлись. А завтра он мне позвонил, извинялся, просто не знаю как, и говорил, вы знаете, мне так неловко, мне так стыдно, но я не могу этим заняться. Я говорю, да что случилось? Он говорит, вы знаете, мои родители узнали, что я собираюсь, вам, вы, и они мне категорически запретили. Вплоть до того, что они вообще хотят приехать, а он в Афинах, а они в Ларисе. В Ларисе или в Ламии, ну это, в общем, середина Греции. Мы юг Греции, а они где-то в середине Греции, до севера. И они прям готовы сесть в машину и приехать только, чтобы его от этого безумного шага удержать. Я говорю, а что случилось-то? Почему у них... Ой, вы себе не представляете, ну он мне сказал, кто его, мама у него такая очень тоже, у него хорошая там должность, папа, ну интеллигентнейшая, прекрасная семья. Но у них в какой-то момент соседка записалась в Амвей. И она их так достала, он говорит, вы себе не представляете, мы готовы были в окно залазить в квартиру, лишь бы только не столкнуться с ней. Такое впечатление было, что она ждала и подглядывала в замочную скважину, когда мы появились. Реально, говорит, это был какой-то кошмар. И мои родители как только услыхали Амвей, все, их это... Я говорю, ну ты... Ну, и с ним-то все понятно. А вот этому своему оппоненту, я говорю, ты знаешь, если даже вот такую ситуацию разобрать, мы с тобой понимаем, что сама компания никакого отношения к этому не имеет. Бизнес никакого отношения к этому не имеет. Ну, я не знаю даже, какой пример-то привести. Ну, представляешь, бездарный парикмахер, допустим. Ну, есть такие, которые просто обкарнают и все. Вот тебе не повезло. Вот ты раз зашел, не знал, там, тебе срочно нужно было подстричься. Вот тебе облапошил, ты вышел в полной катастрофе. Ну, ладно, волосы еще отрастут. Но ты же не говоришь после того, что все парикмахеры сволочи. Ну, ты же не будешь делать такого вывода. Но в каждой специальности могут быть представители, которые не вникли, не захотели, не стали обучаться, не имеют каких-то, может быть, ну, не знаю, там, каких-то качеств у них там не хватает чисто этических для общения. Но нельзя по таким представителям судить обо всей отрасли. У нас есть вообще замечательные люди, можно там примеров десятки и сотни приводить. Как с нашей стороны, со стороны представителей сетевых компаний, есть люди, которые дали почву, дали основания, чтобы про нас так думали. Согласитесь, объективно? Потому что на ровном месте-то не выросло это мнение. Дыма без огня не бывает, значит, кто-то из наших коллег нерадивых, которые просто, ну, в жажде, скажем, заработать много денег и быстро, видимо, пренебрегали какими-то морально-этическими принципами общения, вот, давили на людей, но это единицы. Это 100% единицы. Точно так же, как и с той стороны, из общественного мнения, тоже единицы такие оголтелые, у которых есть крайняя точка зрения, что сетевой – это плохо. А общая тенденция, что с нашей стороны лояльная, да, со стороны представителей сетевого бизнеса, и большинство представителей сетевого бизнеса, особенно успешные, это абсолютно вменяемые люди, которые признают право за своим оппонентом на собственную точку зрения, как никогда оголтелые не спорят, ведут разговоры корректно. Точно так же и со стороны, скажем, вот, ну, обывателя, да, или общественности, отношение к нашей индустрии, оно тоже лояльное. Большинство, кроме, вот, еще раз беру, крайних, оголтелых, большинство понимает, признает, что в сетевом есть деньги, независимо от того, хотят ли они сами этим заниматься или нет, но они понимают, что это серьезная отрасль, что там есть люди, которые много зарабатывают, что там они, путешественники там какие-то есть, там машины им дарят, то есть вот обыватель приблизительно вот такие, среднеобывательные, ну, такая картинка. Поэтому я против того, чтобы создавать вообще или нагнетать такую атмосферу, что у вас обязательно вас ждет какое-то неприятие со стороны вашего окружения, вот в моем пути за 25 лет этого не было. Ни один человек за 25 лет надо мной там не посмеялся и ни один человек не сказал, что ты там идиот или что-то такое. Я еще раз говорю, были какие-то сомнения, были какие-то недопонятные, но все корректно и все в рамках вот обычного просто обсуждения твое мнение, мое мнение, все. Поэтому я вас прошу, не поддавайтесь никогда вот этому настроению, что вам нужно с кем-то воевать и кого-то переубеждать. Никого переубеждать не надо. Нужно с людьми просто разговаривать, вскрывая их мотивацию, ища постоянно возможность им помочь разобраться в нашем бизнесе, но не с точки зрения столкновения мнений, а именно помочь разобраться, помочь увидеть то, что они не могли увидеть, потому что это увидеть можно только изнутри, только зная наш бизнес так, как знаем мы, и давая им эту ценнейшую информацию, те знания, которых у них нет и быть не может, потому что они судят со стороны издалека, и поверхностно. У нас очень приятная и благородная миссия, и мы не воинствующие тут эти рыцари, и не инквизиция, которая сейчас будем всем что-то доказывать. Тут у меня следующий вопрос такой, все наливается из одной бочки, но я думаю, что сегодня так тоже уже никто не думает, хотя на самом деле так думал я. До 1996 года, пока я не столкнулся с компанией Amway, ну, во-первых, я вам честно скажу, я вообще не думал. Я в супермаркеты не ходил, продукцию никакую никогда не покупал, единственное, что я работал водителем, я довозил Элеонору до дверей супермаркета, останавливался, доставал какую-нибудь книжицу, читал, пока она ходила в супермаркет, потом она захлопывала багажник, и я понимал, что нужно трогаться дальше. Все, меня никогда не интересовало детально, что покупается, как покупается, за какие деньги покупается, мне было сугубо фиолетово, вообще. И тогда, вот если меня спросил, вот в то время, там, 94-95 год, я был абсолютно убежден, что просто все в одной бочке замешивается, потом одна жидкость красится в зеленый цвет, другая красный, третья в фиолетовый, и на них лепятся разные этикетки. Это плюс, это экстра, а это ультра. И нас так дурят. Я никогда, почему на меня, кстати, и произвело большое впечатление, когда я познакомился с продукцией. Потому что вот на фоне моей убежденности, что все это ерунда химическая, и что они там рассказывают. И вот на фоне вот этого такого, вдруг, когда появляется этот лог со всеми его функциями, которые еще выливают в мой горшочек там с цветочком и обещают, что цветочек не завянет, вот у меня просто реально, я был в шоке. Я да ну так про себя, да ну так. Они чуть-челкнули, что ли. Это же моющее средство, типа это дрянь такая. А они ее как космический корабль делают. Да не может быть. Вот это меня прям сильно тряхануло. Вот продукт меня, не в плане того, что я хотел его продавать, но в плане того, что они меня удивили. Прямо для меня реально было открытие. Неужели можно с такой щепетильностью подходить к созданию моющих средств, как будто это там, не знаю, что там, механизмы какие-то. Ну я как инженер там думал. Блин, ну я понимаю, когда создается что-то серьезное. Но когда вот эта вот дрянь для мытья там всего, и они с такой щепетильностью. Это меня заинтриговало очень сильно. И я, собственно, оттуда начал думать. Думаю, ну блин, ну если они такие серьезные, может у них действительно что-то серьезное. Может действительно не такая, не лохотрон. Поэтому все наливается из одной бочки. Ну и я могу только сказать, вот если человек мне такой ляпнет, я могу сказать, вот ты знаешь, действительно, когда ты покупаешь, что попало и где попало, то шансы, что это все налито из одной бочки, очень высокие. Ну мы же знаем, вы же телевизор смотрите больше, чем я, наверное. В России же новости тоже читаете. Сколько там всякого этого контрафакта. Это же кошмар, контрафактная продукция, там и косметика, и все поддельное, и чистящие мощи, и черти из чего делаются. Потом разливаются по баночкам, потом какими-то хитрыми путями попадают в торговые сети. Я говорю, вот чтобы избежать вот этого, действительно, чтобы не попасться на это, что все из одной бочки, я тебе рекомендую покупать прямо из первых рук от производителя. Там, где нет посредников и нет лазейки, чтобы кто-то влез и всунул свою контрафактную продукцию в эту цепочку торговую. Вот поэтому, чтобы не покупать все из одной бочки, я тебе очень рекомендую хотя бы чисто для себя, для собственного потребления, ты зарегистрируйся, возьми себе номерок и бери прямо со склада от самого производителя, где вариант подделки абсолютно исключен. Вот тогда будешь уверен, что это действительно американская, высококлассная, высококачественная продукция. Ну и такой вариант, у тебя-то, у нас чуть-чуть время есть еще, у тебя-то получилось, а у меня-то точно не получится. Такое вам не говорили? Ну, мне так говорят просто по прошествии лет. Ну, у тебя-то получилось, а у меня не получится. Но здесь опять же, опять же разговор, вот поймите, на самом деле это тактика, и снова я вас к этому призываю, вот эта тактика задавания вопросов, это совершенно беспроигрышный вариант, и, пожалуй, единственный самый правильный вариант. На самом деле, эта тактика еще с Сократом была введена в обиход, когда Сократ, в принципе, никогда ничего не утверждал. Сократ только задавал вопросы своему собеседнику, но в процессе диалога он всегда подводил своего собеседника к нужным выводам, только вопросами, направляющими, а почему ты так думаешь, а обоснуй вот это, а тогда как ты объяснишь вот это, а если ты так считаешь, то тогда скажи мне, почему вот так. И вот с помощью такого введения разговора вы, без того, чтобы что-то навязывать, побуждаете человека самого, самого прийти к тем выводам, к которым вы его хотели привести. Но это огромная разница. Или вы сразу скажете, нет, это вот так. Или, задавая вопросы, приведете его к тому, что он сам в итоге скажет, ты знаешь, это, пожалуй, вот так. Ты скажешь, ну вот видишь, вот видишь, ты сам к этому пришел. И это самый правильный подход. Поэтому, когда он скажет, что у тебя-то получилось, а у меня не получится, я обязательно спрошу его, ну почему ты так считаешь? Вот что ты, ну что в тебе такого, что у тебя не получится? И здесь же еще нужно понимать, что не получится. Ты же зубы чистишь по утрам, у тебя получается. Ну и все, и здесь то же самое. Зубной пасту только поменяем. Ты когда-нибудь рассказывал там своим знакомым про таверну, про ресторан, в который ты сходил, там было хорошо. У тебя получилось? Наверное, тебя слушали. Здесь то же самое. Ты будешь рассказать, как ты пришел в новый магазин, и у тебя там все классно, и все тебе понравилось. То есть ты не думай. А если уж ты так сильно уверен в моих способностях, что я такой талантливый, и у меня поэтому получилось, тогда ты в двойном выигрыше. Потому что я буду твоим помощником в этом бизнесе, и ты сможешь положиться на меня, ты будешь не одинок. Я берусь вместе с тобой участвовать в этом бизнесе, и буду тебя поддерживать. Ну вот, приблизительно так. У тебя получилось, у меня не получится. Это всегда нужно с помощью вопросов выяснять. Почему именно, из каких соображений он к таким выводам приходит. Ну и вот еще один такой вопрос для завершения. Да, я уже была зарегистрирована, это не для меня. Вот что здесь скажешь человеку? Как бы уже, как бы уже и нечего сказать. То есть человек уже был, да? Вот как бы вы повели здесь разговор? Я говорю, опять же нужно сказать, ты знаешь, мне это очень интересно. Вот мне твоя ситуация реально очень интересна. Ты мне можешь рассказать, в принципе, ну вот какая деятельность с тобой велась? Вот ты была зарегистрирована. А что именно ты делала? Ну вот в чем заключалась твоя деятельность, что у тебя не получилось? Что ты пришла к выводу, что это не для тебя? Ты с чем с таким столкнулась? И обязательно нужно послушать. У меня был такой случай, прям реальный такой очень интересный случай, когда меня позвал один партнер на встречу. Я приехал заранее. Мы сидим за столом. Вот она накрыла чай, значит, чай, варенье стоит. И вот мы сидим. И в этот момент открывается входная дверь. Там была одна комнатка всего. И мы сидели прямо перед входной дверью. И открывается входная дверь справа от меня. Я вот так слегка поворачиваю голову. И вижу, как вот так вот дверь открывается. И вдруг вижу искаженное, непонятной гримасой лицо вошедшего человека. Как будто я не я, а дракон там, не знаю, или черт с рогами. Реально. И он такой весь... И дернулся, встрепенулся. Он зашел. Я понял, что что-то не то, но он молчит. Он зашел, весь напряженный, скованный. Мы сели за стол. Я вроде как пытаюсь, ну, не навязчиво, но знакомиться. Ну, здрасте там. А как вас зовут? Еще что-то. Вижу, он весь прям вот-вот, прям зажат, как, не знаю. И вдруг он не выдерживает. И мне вот так вот сидел за столом. Он говорит, я тебя знаю. Я говорю, как интересно. Ну, хорошо, расскажи тебе. Я даже на твоих семинарах был. И на школах твоих был. И приходил к тебе. Я говорю, ну, вот видите, я как-то вас не запомнил. Я говорю, а где же вы были? Он мне рассказывает, что он был подписан. У одного итальянского бриллианта, я прекрасно знаю этого бриллианта. Это хороший, прекрасный бриллиант. Я сам у него многому учился. Вот, ну, из-за того, что это организация Шварц, и у нас все это было общее, и школы были общие. Значит, он был на школах, где я был ведущим, там, и что-то делал. Вот. Но у меня ничего не получилось. Я вот вообще не могу этим заниматься. Все, короче, вообще ничего не получилось. И не хочу даже браться, не хочу повторять. Я говорю, ну, мне как-то вообще странно слышать. А что вы делали, что у вас не получилось? Ну, как, что делал? Я кучу денег потратил. Я говорю, а на что? А я реально, а на что деньги-то потратил? Да я на такси ездил по всему городу, из конца в конец, приходил к людям. Я говорю, а что вы людям-то говорили? Он говорит, ну, я им показывал металклинер, капельку брал, вжевал. Вот. Они мне дверь закрывали перед носом. Я говорю, это вам Дитер сказал так, ну, себе. А я даже в голову себе взять не могу. Я представить себе не могу, что человек, который я хорошо знаю, мог его научить таким глупостям. Потому что я знаю, кто его руководитель. Ну, я и сам там, в общем, он начинает там уже что-то объяснять, что он и сам это своим каким-то умом до этого, значит, дошел. Слово за слово. Мы с ним сидели-сидели. Я ему стал говорить, что, вы знаете, я бы вот такую тактику никогда бы не использовал. Так не нужно делать. Не нужно к людям с металклинером ходить. Если вы будете ко всем с металклинером ходить, вас будут принимать просто за корабейника, который ходит, что-то впихнуть. Ну, мы же строим бизнес. Значит, людям нужно про бизнес все-таки рассказать, про деньги. И вот он постепенно стал его этот рассказ заинтересовывать. И в итоге он сам попросил меня рассказать маркетинг-план. Я ему рассказал маркетинг-план. И когда он уже уходил, он мне сказал… А потом он мне это все рассказывал. Это я сейчас говорю уже с его слов. Он мне сказал, ну, я подумаю. Он говорит, не помнишь, что ты мне ответил? Я говорю, нет, не помню. Ты мне сказал, думай, только думай в свою пользу. Знаете, как ему эти слова запали. Я это сказал и сказал, и не помню. А ему эти слова запали. И вот он с этим наставлением ушел думать в свою пользу. Он надумал. И после него… Он в итоге стал серебряным в нашем бизнесе. И после него вышла огромная цепочка с платиновыми рубинами, платиновыми основателями. Вот с этого случая. Который сказал, я у тебя был, я все про тебя знаю и знать не хочу. Вот такую историю, например, я свою могу реально абсолютно рассказать человеку, который скажет, да, я уже была записана, это не для меня. Ну, то есть я всегда человека спрашивал, что ты делал? Вот ты, когда был записан, что конкретно ты делал, чтобы у тебя был какой-то результат? Как ты шел к результату? И когда человек начнет вам объяснять, что он ездил на семинары, покупал там тонны литературы, купил 200 тысяч кассет, потратил кучу денег, брал отпуска, ездил на семинары. А я слышал такое, я вам сейчас реальную историю рассказываю, да? Ой, мы ездили. В Санкт-Петербурге семинар мы едем. В Самаре семинар мы едем. В Екатеринбурге семинар мы едем. Ну, я говорю, ну, дружище, тогда не мудрено, что ты потратил кучу денег. А зачем ты везде-то ездил? Тебе достаточно было посещать только те семинары, которые в твоем регионе? Ну, в общем, сразу же вскрываются, как только ты человеку задаешь вопрос и начинает рассказывать, сразу же вскрываются те ошибки, которые, собственно, ему помешали получить какой-то маломальский результат. И ты ему легко можешь это показать. Но для этого нужно задать вопрос. Поэтому, друзья, подытоживая на сегодня, как раз у нас время подошло, я хочу сказать, что здесь все очень важно, во всей этой истории важно проявлять лояльность, прям демонстрировать, вот правильное слово, демонстрировать лояльность к другому человеку, полное принятие его точки зрения именно как право на существование его собственной точки зрения, не то, что вы с ним соглашаетесь, но вы признаете за ним право иметь собственную точку зрения. Вы ведете разговор, беседуя исключительно с позиции уважения к его мнению и уважения к его личности. И когда вы всем своим поведением демонстрируете такую позицию, вы тем самым его к себе располагаете. И он с удовольствием ведет с вами дальше разговор и раскрывается. Проблема вот оголтелых сетевиков, я вам про таких уже рассказывал, состоит именно в том, что они начинают рвать на себе на груди тельняшку, там за честь мундира начинают выцарапывать глаза и кричать, да ты сам дурак, там ты не понял. Вот это вот самая худшая тактика, которая никогда не приведет ни к чему хорошему. Когда вы с человеком дружелюбно общаетесь, когда вы стараетесь с помощью правильных вопросов выяснить, в чем его сомнения, глубже понять причину сомнений, то вам легко потом на них будет и отвечать. Самое главное и самое важное, то что мы-то с вами знаем, и это не надуманная какая-то вера или убежденность, мы-то с вами знаем, что мы никогда не будем краснеть за свое предложение. Мы-то с вами теперь уже абсолютно точно знаем, что в нашем бизнесе нет ничего такого, что нужно скрывать, ничего такого, что может нанести хотя бы маломальский вред или ущерб этому человеку. Мы абсолютно точно знаем про свою продукцию, и это знаем не только мы. Это знает мировая общественность, это знают Евромонитор, это знают многие промышленные круги. То есть у нас есть несубъективная, объективная информация и убежденность на основе этой информации, что мы несем людям благо во всех смыслах. Ну а если человек нашего блага не хочет, тем не менее, то он тоже имеет на это право. Не надо сразу объявлять его дураком, нужно сказать ему, ну что ж, так или иначе, я считаю, что наша беседа была продуктивной и полезной, для меня как минимум. Я думаю, что ты тоже многое узнал, чего раньше не знал. И я предлагаю просто не рвать отношения, не терять связи. Давай будем общаться, жизнь долгая, многое может поменяться. Когда-то, может быть, ты заинтересуешься и захочешь узнать больше информации. Старайтесь оставлять дверь всегда открытой. Это вот, кстати, я еще одну такую вещь скажу. У нас есть такой представитель в Греции, он один из первых здесь ломанулся, из наших русскоговорящих греков. Ну у него немножко такой жестковатый подход был, но не важно. Один из моих сегодняшних лидеров попал к нему много-много лет назад на маркетинг-план. И когда маркетинг-план закончился, он его не убедил, но что-то все равно в него заранил. И он ему так и сказал, но я не знаю там, ты, может, и не будешь соглашаться, но червячка-то я в тебя засадил. Он такой многозначительный. И вы знаете, вот эта вот фраза, она все равно где-то работала на подсознании у этого человека. И потом, спустя много лет, он попал к нам. И больше того, они записались таки в Амвей, с супругой. Они попали в Амвей, там ничего хорошего у них не вышло. Ими там никто не занимался, и обстановка была не очень подходящая для них. И они бросили. И потом, через несколько лет, опять к нам попали, в третий раз уже. И в третий раз все срослось, и они стали изумрудами. Вот так. Так что здесь просто нужно быть лояльным, добрым, по-доброму относиться к людям. Не нужно ждать от них подвоха. И не нужно ждать, что они вас будут критиковать. Это вообще неправильное ожидание. Ожидайте всего самого хорошего, и ваши ожидания оправдаются. И идите к людям открыто, зная, что вы несете им добро и благо. И все у вас будет превосходно. Мы с вами в самом лучшем предпринимательстве в мире. С чем я вас и поздравляю. На этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. До следующего четверга. Присылайте ваши пожелания и темы, которые вы хотите, чтобы мы освещали дальше в конференциях. Пока-пока. Обнимаем всех. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. И обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу. Живите со страстью. Субтитры сделал DimaTorzok